Первые шаги сразу после получения доступа к личному кабинету. Первое, что необходимо сделать, это из меню, которое расположено слева, выбрать раздел «Профиль» и заполнить его. В первую очередь заполнить личные данные. На что нужно обратить, заполняя личные данные, я расскажу в отдельном ролике. Заполнять раздел «Профиль» можно даже не дожидаясь прохождения подтверждения со стороны спонсора. Наоборот, лучше заполнить данные сразу же, чтобы спонсор получил информацию о вас полностью и понял, что вы именно тот человек, которого он пригласил в свой учебный центр. Следующий пункт в разделе «Профиль» – это учетная запись. Вот именно здесь вы вбиваете правильно свой номер и нажимаете на кнопочку «Сохранить». Номера вашего спонсора нужны для того, чтобы платформа могла правильно выстроить раздел в пункте «Структура». Важный момент – спонсор. Если по каким-то причинам вы указали неправильно номер спонсора на платформе обучающей и подкрепились не к тому учебному центру, в правом верхнем уголочке у вас не Ольга Васильевна, как вот сейчас у меня, вы можете нажать на кнопочку «Открепиться», «Открепиться от спонсора», а может быть вы вообще прикрепились к несуществующему спонсору, здесь вообще у вас никаких фотографий. В поле «Регистрационный номер» впечатать правильно номер Ольги Васильевны, это 8380, вот сюда. И нажать на кнопку «Сохранить». В разделе «Фото» пожалуйста, нажмите на кнопочку «Загрузить» и загрузите на платформу «Аватарку», которую вы используете в социальных сетях. Как вы выглядите в социальной сети, желательно точно так же выглядеть и здесь. Вот я загружаю «Аватарку» и нажимаю кнопочку «Сохранить». Все. Теперь мой профиль уже более интересен. Именно такую картинку в правом верхнем углу будут видеть люди, которых вы будете приглашать к себе на обучение на свой уже учебный центр. В разделе «Уведомления» я вам рекомендую, если вы не пользуетесь Телеграм, но все вот это вот отключить. И отключить уведомления, которые приходят на почту, потому что чаще всего почта и так загружена. И все уведомления вам будут приходить в новостную ленту, вот здесь вот на сайте Век Роста. Конечно, если вы занимаетесь проверкой домашних заданий своих учеников, то необходимо включить уведомления об этих событиях важных в Телеграм и на электронную почту, чтобы вы понимали, что нужно уже давать какую-то обратную связь ученикам. После всех изменений можно нажимать на кнопочку «Сохранить». После полного заполнения профиля, особенно личных данных, вы можете переходить к пункту обучения. Что делать в пункте обучения, будет рассказано в отдельном ролике. Благодарю вас. Смотрите ролик «Как правильно заполнить личные данные». Продолжение следует...